Музыка 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 Коллеги я предлагаю начать Как хорошо знают коллеги по принципам проектного управления, день, потерянный в начале проекта, стоит столько же, сколько день, потерянный в конце. Но в начале мы всегда более щедры к этим минутам, а в конце их начинает не хватать. Поэтому пару минут опоздавшим дали и давайте начинать работу. С чего я хочу начать? Сегодня умер Стивен Хокин, кто еще не знает. У меня это вызывает двойственные чувства, потому что с одной стороны жаль всегда, а с другой стороны слушайте, ну какую чувак прожил жизнь. То есть в 20 лет ему поставили диагноз и сказали, тебе осталось два года, парень, он их всех обманул, прожил до 77, стал великим, два раза женился, родил троих детей. Все это имея в теле одну единственную рабочую мышцу. Такие истории, конечно, всегда напоминают о том, что есть вот такая важная штука в английском языке, она отражается хорошим словом «fulfillment». Я не знаю, более такого же енкого русского аналога, наверное, выполнение назначения, спутся, получиться. Очень хочется, чтобы у нас с вами получалось не хуже, а даже и лучше во всех делах жизненных и корпоративных в том числе. Надеюсь, сегодняшний наш с вами день немножко добавит к нашему «fulfillment», к большому, текущему и стратегическому в том числе. Меня зовут Марина Корсакова. Я преподаю в Мирбисе с 2010 года, уже довольно долго, с 2000-го, наверное, года, с тех пор, как это стало возможно, работала менеджером. Дошла до достаточно больших управленческих должностей, и самое последнее, чем я занималась, это на позиции директора по организационному развитию. В некоторых компаниях вела большие проекты изменений, достаточно важных, достаточно системных. Продолжила их вести как бизнес-консультант, чем, собственно говоря, занимаюсь и последние пару лет. Я начну, я, во-первых, займусь модерацией всего сегодняшнего события. Вы знаете, что сегодня будет несколько спикеров, все они есть в программке. У вас, папа, есть программа. Там же, кстати, есть блокнот для записи. Там же, кстати, есть небольшая информация о учебной нашей программе управления изменениями, в рамках которой, собственно говоря, мы и проводим эту конференцию. Все это можно будет посмотреть в перерыве. А программка для ориентирования уже сейчас. Итак, я сегодня буду модератором этого события. И я, собственно говоря, событие и начну с небольшого своего вводного слова. Вводное слово мое называется очень просто, как мы уже посмотрели. Это несколько вещей, которые нужно делать в проектах изменений, и несколько вещей, которые делать не нужно. Я выделила пять штук. И там, и там. Вещи, которые надо делать, вот такие у меня хорошенькие, на чудесном фоне с цветочками, когда изменения идут, большие в CRM внедряются, компании становятся клиентоориентированными или меняют свою оргструктуру нам более удачным. Вот о таких больших изменениях мы говорим. Но бывают и изменения, в которых есть разные штуки, которых делать не надо. Искала специально какую-нибудь достаточно отталкивающую, босховскую зверюшку, но мне показалось, что вот в этой достаточно такого какого-то эмоционального писка, что нет, не надо. Давайте по очереди на все эти вещи посмотрим. Я думаю, сколько-то минут примерно 20-25 у меня на это уйдет. И будет возможность, конечно, задать некоторые вопросы уже сейчас, сразу после моего выступления. И большое количество, я думаю, в перерыве. Кстати, у вопросов. Значит, помимо всех тех вещей прекрасных, которые я себе уже сказала, я должна сказать, что я автор вот такой книжки. Это книжка про управление изменениями. Я верю, что она хорошая. Я сегодня принесла две штуки. Ну и как положено на таких мероприятиях, за самые хорошие, умные, точные, провокационные и какие-то потрясающие вопросы, мы эти две книжки с удовольствием подарим. Поэтому вопросы задавайте, пожалуйста. Ну и не поэтов, а вообще-то тоже. Давайте начнем по существу. Здравствуйте. В очень многих проектах изменений достаточно часто задаешь людям вопрос. То есть люди рефлексируют это как проект. Они, в общем, даже понимают, почему он сложен. Но при этом, когда начинаешь им задавать вопрос, скажите, пожалуйста, а есть ли у вас, например, какой-то коммуникационный план? А есть ли у вас план каких-то событий, событий, во время которых вы будете общаться с людьми и потихоньку эту идею людям продвигать и продавать? Это может быть похоже на то, как у вас есть сухая почва и вы хотите посадить в нее семечко, зернышко чего-то нового, но в сухую почву это сделать абсолютно невозможно. Нужно для начала придать почве некоторую пластичность. Вот есть ли у вас люди в рамках управления проектом изменений план придания среде пластичности? Очень многие на этот вопрос отвечают нет, мы об этом не думали. Хороший проект изменений всегда предполагает огромное количество более или менее забуалированных рабочих встреч по этому вопросу. Я очень люблю один пример. Он когда-то на заре моего собственного вовлечения в управление изменениями у меня потряс, много лет назад. Как одна компания, им нужно было поменять стратегию. У них была одна стратегия, а их хотели достаточно кардинально ее сменить. Вот как дело большинство компаний делали тогда, да там 15 лет назад, за 15 лет мир очень сильно изменился. Делали тогда, но на самом деле делают и сейчас. Ну ничего, собрать и сказать, ребята, у вас вчера была одна стратегия, завтра там будет другая. Эти ребята не поленились устроить очень много стратегических мастерских, на которых специально обученные люди, модераторы, фасилитаторы задавали правильные вопросы, чтобы участники начинали правильно думать в направлении той стратегии, которая уже лежала в ящике стола. Но им было важно, чтобы в тот момент, когда она из этого ящика стола вылезет, чтобы люди ее немножко приняли и были к ней уже готовы. А не очень много друг с другом был запланирован, вот прям хороший план коммуникации, тот, кто его видел, никогда не забудет. Там могут быть расписаны самые разные встречи по часам, во дням телефонные разговоры, правильные письма, и все это является стишками в рамках одного шва, чтобы почва стала более пластичной, и все, что вы стали делать с ней потом, выглядело, ну, не насильственным в нее вторжением, а каким-то немножко таким органичным действием. Следующий очень важный вопрос. Область изменений, предмет изменений – необыкновенно важная штука. Если вы будете когда-нибудь знакомиться с теорией вопроса, да, там совершенно по любому учебнику, связанному с этой областью, вы увидите, что существует достаточно большое количество моделей, которые позволяют все эти слои ощупать. Например, давайте прямо попробуем прикинуть. Вы хотите, чтобы у вас в компании раньше были люди, ну, какие-то фронты не очень клиентаориентированные, да, например, у меня сейчас есть замечательный проект, где сеть клиник пытается изменить ни много ни мало содержание головы врача. Они хотят, чтобы он начал рассматривать того, кто к ним пришел не как пациента, и находиться с ним в такой парадигме пациент-врач, да, как-то называется, если цельное слово немножко вылетело из головы. Они хотят, чтобы это стало немножко больше партнерскими отношениями клиента, соответственно, специалиста клиентского сервиса. Это очень сложная такая получается история. Как вы думаете, представьте себе, пожалуйста, вы хотите изменить поведение сотрудника клиентского сервиса, в какой бы области это ни происходило. Что еще должно поменяться в компании? Культура, убеждение руководителя, отношения со стороны руководства, система мотивации, вполне возможно как-то нужно выстроить, да, может быть маркетинг, да, согласна, что еще? Система обучения, логично, система адаптации, логично, система рекрутинга, логично, потому что мы раньше брали людей там каких-то, а теперь нам больше нужно обращать внимание на что-то. А система организации каких-то бизнес-процессов, безусловно, потому что очень часто у нас остается декларирование, вот, ну, на уровне декларации, быть клиентоориентированным, классно, но вся система процессно организована так, что быть клиентоориентированным довольно тяжело. Вот это то, что я имела в виду, рисуя вот такую блинную картинку. К сожалению, это очень часто происходит все еще, хотя, казалось бы, мысль достаточно очевидная. К сожалению, люди довольно часто, планируя изменения, видят вот только одно, видят его довольно плоско. Вот не этим таким 3D блинным пирожком, что, ребят, нам нужно проехаться по каждому из этих слоев, а в одной какой-то области. Для этого есть прекрасная модель, есть чудесная, моя самая любимая, наверное, макинцевская матрица СМС, в которой просто говорят, хочешь спланировать изменения, планируй его по вот этим себе слоям. Чудесная матрица Наглера-Тушмана, чудесная матрица Херси-Бланшара. Да, была бы задача найти, на самом деле, инструмент довольно просто, а можно вообще обойтись без инструмента, а просто сесть и вот так вот подумать, как мы с вами уже подумаем, и напросать что-то на листке. Следующий пункт. Вообще обидно. На самом деле управление изменениями это достаточно хорошо процессированная область. В ней есть достаточное количество совершенно понятных алгоритмов. Есть чудесный шестишаговый алгоритм Изиен, в котором описано с чего начинать, чем продолжать и чем заканчивать. Есть всем известная и очень неплохая, если ее действительно пытаться реализовать, восьмишаговая модель Коттера. Она настолько неплохая, что Коттер, как Адизес, уже много лет пишет все новые и новые книжки про одну и ту же модель, и их все равно покупают, и они все равно нравятся, потому что это действительно очень близко к реалиям. Шаблон — это неплохо для того, чтобы с него начать. Я не случайно сказала вот это слово «обидно». Бывает обидно, когда приходишь и смотришь уже неполучающийся проект изменений. То есть очень часто бывает так, что люди начали, а потом в какой-то момент задают вопрос, почему у нас не получается. Да, там консультанту или преподавателю на программе MBA. Ты, естественно, задаешь вопрос «А расскажите, что вы делали? Как вы делали?» И совершенно не понимаешь, почему они не взяли самый простой какой-то книжный шаблон, где достаточно логично выстраивались шаги, что «Господи, соберите команду, попытайтесь с командой формализовать некое видение, попытайтесь устроить какие-то условия, чтобы это видение дальше могло вот как-то дистрибутироваться, сделать какую-то мотивацию, чтобы люди могли стать агентами перемен. Хорошо использовать шаблон для решения каких-то достаточно шаблонных вопросов вначале. Все равно потом здесь нарастет очень много индивидуального мяса. Следующий пункт. Чем больше живу, чем больше вижу проекты изменений, тем больше убеждаюсь, что слово «проект» здесь не менее важное, чем слово «изменения». Я периодически говорю на эту тему с людьми, которые приходят на конференции хэдхантера в разных городах. Как вы понимаете, это в основном HR-директора. HR-директора – это люди в нашей стране, но чаще всего с абсолютно гуманитарным бэкграундом. Правда? В основном педагогическим, иногда психологическим и тому подобным. Не то, что это плохо, но на самом деле это правильно, что они вовлечены в изменения очень сильно, но на самом деле для них очень часто является откровением такой область знаний, как инструменты управления проектами. И вдруг обнаруживается, мне потом иногда пишут, говорят, боже мой, это чудо. Это не чудо, это так работают технологии. Они говорят, мы ходили к собственникам. Как убедить собственника, что надо делать проект? Мы приходим, мы убеждаем, ничего не получается. Я говорю, а с чем вы приходите? Ну, мы приходим с идеей. Мы приходим с идеей, с какой-то мотивационной речью, мы ему говорим о том, как будет меняться мир будущего, ну и все вот эти вот ваши пылкие слова. Я им говорю, приходите не с идеей, приходите, давайте я вам расскажу, как выглядит нормальная декомпозиция задач в проекте. Давайте я вам расскажу, как выглядит диаграмма гаммата в проекте. Давайте я вам покажу, как выглядит план поверхности в проекте. Они все понимают, это действительно не сложно, после этого идут с этой историей к собственнику, и собственник вдруг говорит, а, так, тогда давайте. То есть у него как будто снимается вот какое-то количество некоторого страха, некой непрозрачности, и он становится гораздо более готов делать проект. Проекты изменений – штука очень сложная, очень чреватая гораздо большим количеством более болезненных и тонких рисков, чем, может быть, типовые какие-то проекты. И несколько хороших, прогрессивных компаний, которые я знаю, в основном с каким-то западным бэкграундом, они, знаете, имеют внутри своей компании два стандарта проектного управления. Один стандарт для проектов более или менее типовых и один отдельный специальный стандарт для ведения проектов изменений. Это очень важная мысль. Я в конце к ней немного еще вернусь. Следующая очень важная история. На какой-то конференции я рассказывала о том, как внедрять систему управления знаниями. После этой конференции ко мне подходит кто-то из гостей и говорит, скажите, пожалуйста, у меня, вот я очень хочу все это сделать, но у меня в команде работает Вася, он против. Как переубедить Васю? Я говорю, скажите, пожалуйста, а есть кто-то в команде еще кроме Васи, кто не так сильно против? Он говорит, да, есть еще Петя, Коля, Вова, они в принципе согласны, но Вася же против. Что мне делать? С чего начать? Мой ответ в таких ситуациях всегда начните с Коли, Пети и Вовы, потому что Вася тоже немножко, вот тот, который не хочет, это тоже немножко не статическая такая вещь, а он находится в среде и под воздействием этой среды меняется. Вот та компания, которую я уже приводила сегодня в пример, мой клиент с сетью медицинских клиник, у них есть некоторое количество врачей, которые, знаете, ну совсем не принимают вот эти идеи клиента ориентированности этой дурацкой, да, мы там лечитель должны перед ними танцевать. То есть, ну вот такого они, ярко-негативистского красного цвета. Мы решили, что мы не будем бороться за их душу пока, мы будем бороться за изменения и оздоровления среды в целом. Мы будем бороться за то, чтобы ролевой моделью становились те, кто поддерживает все, что мы считаем важным. Мы будем бороться за то, чтобы те, кто не определились, становились на сторону добра, а не зла, или те, кто к нам приходят, снова понимали, какая правильная ролевая модель, потому что со временем среда начнет меняться и станет больше тех, кто согласен, и тех, кто, ну там разную можно выстроить градацию. А когда среда начнет меняться, среда начнет либо вымывать, то есть из нее кто-то уйдет, потому что ему станет некомфортно, он, например, тратит какое-то влияние, либо он начнет тоже, я вот там специально какого-то немножко чуть более бледного цвета показала этих злодеев, да, то есть люди абсолютно динамичные существа, и нет никакого смысла решать вопросы, а как мы будем поступать с теми, кто против сегодня, оставьте их в какой. Займитесь тем, чтобы в принципе накачать вот энергией, имиджем, весом политическим внутренним, тех, кто за, работайте с ними. Через некоторое время среда изменится, и можно будет уже по-другому в этой среде как-то формулировать решение. Давайте поговорим о плохом, о страшном, ужасном и плохом, о том, чего делать ни в коем случае нельзя. Любой, кто занимается управлением проектами, знает, какая в принципе сложная история менеджмент того самого скоупа, да, то есть области проекта, которая постоянно норовит куда-то вылезть. Когда мы занимаемся проектом изменений, эта история еще более напряженная и зловещая, область проекта постоянно расползается. Потом появляются случаи, как там с некоторыми моими клиентами, когда они задают такой вопрос, а чего нам делать, если люди в принципе уже настолько устали от самой идеи изменений, вот у них уже, ну, как-то изменялка закончилась, да, они уже плохо от самого этого слова. Да, довольно сложно бывает в таких ситуациях, потом скажу пару слов, тоже как этого не допускать. Но самое главное, с чего начинается недопуск таких ситуаций, это все-таки лучше двигаться маленькими, хорошими, понятными, аккуратными шагами. Вот здесь пока не подошел, позже подойдет, наверное, Денис Кочерткин, или я его не вижу, не, нет, придет Денис, это совершенно замечательный человек, он тоже учился у нас на программе, ему принадлежит прекрасная такая среда, интернет-портал Ярмарка мастеров, и я не знаю, что он будет рассказывать о своем проекте изменений, надеюсь, расскажет много действительно практических каких-то инсайдерских деталей, но я абсолютно точно помню, что такая проблема была именно у них вот в самом начале. Они хотели поменять очень глобально, вообще трансформировать компанию, в принципе. Было опасно, что эта идея разлезется, было опасно, что она немножко всех запутает, и то, что сделали они, и то, что я рекомендую делать всем, ну вот немножко видеть это вот так. Я не против больших проектов изменений, но внутри они должны быть очень хорошо структурированы. Это базовый принцип, да, опять же, проектные методологи не дадут соврать, но всегда комбинируют проекты в портфеле, в портфеле, в программы и тому подобное. Есть очень базовый принцип того, как работает человеческое восприятие. Человек очень плохо воспринимает, запоминает и понимает большое количество несвязанных друг с другом «но». Но если вы объедините их в такты, это будет понятнее, если вы объедините их в музыкальные фразы и в пьесы, это будет еще понятнее. То есть мы можем практически бесконечно, там, до концертов двигаться в своем восприятии, если научимся объединять мелкое содержание в более крупные формы. Я знаю компании, да, мы работаем с компаниями, которые делают совершенно гигантские проекты трансформации, но они никогда не имеют вот этой расползнувшейся, непонятной, не структурируемой такой медузной формы. В них всегда нужно выделить какой-то мячик, у которого четко можно показать начало и конец. Это очень важно еще и потому, что... Давайте вот про пункт 3 там цифра, неправильно. Про пункт 3 скажу, потому что они связаны, а потом вернусь на секунду к пункту, который пропустила перед этим. Дело в том, что единственное топливо, на котором можно двигаться внутри проекта изменений, это радость по поводу выполненной задачи. Это вообще на самом деле гигантский дефицит у всех офисных работников, мне кажется, современных. Нас подтачивает то, что мы бесконечно делаем какой-то труд и никогда не можем в конце дня посмотреть там на хлеб, который ты испек, на шапки, которые ты сшил, и сказать, я сегодня хорошо потрудился. Это все время какой-то нескончаемый сизифов труд, тришкин кафтан и тому подобное. Поскольку проекты изменений всегда требуют у всех очень много нервной энергии, психической энергии, ее как-то нужно пополнять. Пополнять ее нужно за счет мотивационных конфет. За счет вот этого чувства, что у нас получилось, мы справились, давайте это отметим, да, там так или иначе, праздником или просто галкой, или просто словом, что у нас уже что-то получилось, мы это сделали, но бог мой, отметить то, что что-то закончилось, можно только, если что-то действительно заканчивается. Вот ни один большой проект, не разделенный на хорошую, такую аккуратненькую, ладненькую декомпозицию, доведенный до конца, я не видела. Это нескончаемые проекты, которые могут продолжаться там 3, 5, 10 лет, потому что все уже устают, уже команда 8 раз поменялась, да, уже там никто не помнит, еще что-то, ну вот земной шар, он как-то по галактике разрастается. Внутри должна быть очень четкая структура. Давайте вернемся к пункту, который пропустила. Мне очень нравится практика, которую принимают, используют иногда западные компании, я впервые у такой хорошей международной компании это увидела, а потом увидела еще в некоторых местах. К результату нужно подходить, определяя его вот двумя вариантами вот таких слов. Межурблс или метрики. Межурблс. Это все, что можно измерить. Что можно измерить в проекте изменений, ну или в любом другом проекте? Да, 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 да. То есть какие-то, как финальные штуки, ну то есть деньги, оборот, прибыль и тому подобное, как штуки совершенно промежуточные. Провести 100 обучений, провести там 25 мастерских по социализации, управлению знанием. Это можно померить. Но есть вещи, которые померить нельзя. Приведите пример какой-то важной штуки, которую померить нельзя. Вовлеченность. Да, там, ну, условно можно, там вопрос, кто больше в это верит, кто меньше. Вот это вот атмосферу. Я помню, в нескольких компаниях мне говорили, что у нас изменилась атмосфера. К лучшему или к худшему. И ты это чувствуешь. Вот одна из очень современных и правильных практик в управлении изменениями, то есть вещью достаточно сложной, гласить, что, ребят, учитывайте и то и другое. Соблюдайте хороший баланс. Если вы будете только полагаться на очень большие, плохо щупаренные вещи, то вам потом может сложно отвечать на вопрос, зачем вы на все это потратили деньги. Если вы будете основываться только на том, что можно померить, у вас могут остаться как бы за гранью какие-то очень важные вещи, достаточно тонкие, а о них тоже нужно говорить. И самая тонкая вещь, о которой нужно говорить, сейчас у меня будет пунктом номер 5 в этой истории. Про конфеты сказали. Четвертый пункт. Нумерация съехала. На самом деле он четвертый, а потом будет пятый. Управление проектами изменений губит перфекционизм, потому что в изобретательском пространстве, а это все-таки достаточно везде, где высокая новизна, вы переходите немножко в изобретательское, в игровое пространство, в котором, если вы одновременно включаете перфекционизм, вы как будто самоуничтожаете вот эти вот свои конфеты, которые могли бы всем раздать. Я приведу пример. Это сложно довольно на принципе, но на примере, мне кажется, станет понятнее. Я знаю один хороший проект изменений, не очень сложный, другие, в общем-то, прекрасно это делали, который не получается только потому, что там главный заказчик, ну совершенно невыносимый перфекционист. И каждый раз, когда он нанимает менеджера этого проекта, он через некоторое время начинает его тыкать в то, что не то, не та какая-то история, и этим существенно подрывает его политический вес. А политический вес для того, чтобы человек мог справиться с проектом изменений, абсолютно необходим. Не знаю, как решать это людям, которые вот действительно, ну так сильно больны перфекционизмом, что ну просто плохо, когда что-то не идеально. Но это очень серьезное препятствие на пути какого-то движения вперед, просто никогда не получается этот рывок. Я предлагаю, что все-таки на год какой-то моратории наводить нужно, потом можно снова, наверное, перфекционизм включать. Перфекционизм предполагает, что вы слишком часто обращаете внимание на то, что неправильно. Всем и так не хочется идти в эту зону изменений. А тут еще и вы. Вместо того, чтобы радоваться каждому правильному шагу, обращаете внимание на каждый неправильный шаг. Да, и все прекрасно знают, что ну раз получается у нас плохо, и начальника нашего скоро, наверное, опять уволят, то мы, наверное, пока подождем. Да, очень... Ну, давно живу. Да, и это правда большая проблема, и мне кажется, что... Знаете, как, вот что с этим делать, вопрос, да? Это надо честно обсуждать, и, ну, может быть, имеет смысл об этом сразу говорить и объяснять, что, ребят, как однажды в одном проекте у нас с коллегами была совершенно замечательная метафора. Нам нужно... Вот мы как будто автомобильный завод, нам нужно изменить организацию конвейера так, чтобы качество сходимых с конвейера автомобилей ни на процентик не упало. Вот очень многие руководители хотят такие проекты изменения. Да, там реорганизация конвейера на выпуск продолжается. Как правило, это невозможно, и, как правило, об этом нужно честно говорить заранее. И последний пункт, о котором хотела сказать. На самом деле, вот ради чего происходит все это, ради чего идет вся игра, скажем так. Здесь есть важный момент, тонкий, который, мне кажется, ну, прям отделяет такого совсем современного менеджера 21 века, а вот его предшественника из 20-го. На самом деле, приз, за который вы боретесь, это не один успешный проект изменений. Приз, за который вы боретесь, это, в принципе, организационная способность меняться. Я очень люблю одну схему, и на нее ссылаюсь практически на каждом своем занятии, потому что невозможно без этой схемы, она, наверное, определяющая для какого-то управления в 21 веке. В годах в 90-х появилась чудесная такая система координат. Ее авторы, карвардские специалисты, профессоры, методологи сказали, что, ребята, если вы развиваете компанию, вы, пожалуйста, держите в голове сразу две очень важные вещи. Вы думайте об экономик велью, то есть о всех ваших чудесных экономических приобретениях, сколько вы зарабатываете денег, сколько вы открываете магазинов, как у вас растет оборот и тому подобное. Но, боже, вас упаси, думать только об этом. Думайте, пожалуйста, еще очень много о том, что называется organizational capability. Слово capability всегда довольно сложно переводить каким-то одним словом. Мне нравится вариант боеспособность, да, там, или такое организационное качество. Потому что дело не только в том, чтобы вы добивались результата. Очень многие компании сначала успешно добиваются результата, а потом вдруг исчезают так быстро, как будто их никогда не было. Дело в том, чтобы вы, постоянно добиваясь результата, совсем не добиваться результата тоже нельзя, не будет денежек, да, на которые можно будет прокачивать свою организационную начинку. Но все-таки смысл в том, чтобы вы с каждым шагом становились круче, чем вы были на предыдущем шаге. И способность изменяться, способность вести проекты изменений, это есть очень важный критерий, по которому действительно нужно становиться круче. Все, вы больше никогда не сможете сделать один проект изменений и после этого как-то более или менее успокоиться. Внедрили одно, уже пора внедрять другое. Поэтому смысл в том, чтобы каждый ваш проект изменений был более успешным, чем предыдущий. Некоторые компании, которые целиком и полностью принимают эту идею, они делают что? Они действительно пишут очень хороший стандарт управления проектами изменений, то есть они хотят, чтобы эти проекты становились более быстрыми, более качественными, требовали меньше ресурсов, требовали более логичного распределения ресурсов и тому подобное. И каждый проект изменений у них обязательно заканчивается той самой, более или менее адаптированной процедурой ретроспективы. Те, кто знаком с процедурой ретроспективы, знают, что эта штука довольно долгая и сложная, но абсолютно понимающая душу и абсолютно помогающая выйти на такой сложный уровень рефлексии, на котором становится понятно, что мы делали хорошо, и это надо повторять, а что мы делали плохо, и это повторять ни в коем случае нельзя. Вот последнее здесь, мое дом, не пренебрегайте этой стороной вопроса. Помните, пожалуйста, что речь идет не только о том, как вы внедрите конкретную CRM или конкретную программу клиента ориентированности, речь идет еще и о том, как вы научитесь меняться. И в какой компании вы проснетесь после того, как проект изменений будет закончен, и было бы неплохо, даже если проект изменений не получится, проснуться в компании, которая станет гораздо круче, чем была до этого проекта. Все. У меня... Все. Я готова ответить на несколько вопросов сейчас и, собственно говоря, передать слово Роману. Да? Мой вопрос. А почему вы изделяете, ну, мы называем, просто проекты из проектов изменений, а то просто проекты это не всегда изменения, и более, а то изменения можно... Выделяю очень условно. Значит, на самом деле в самом определении проекта там есть слово уникальность, да, уникальное содержание. Если мы предполагаем, что есть что-то уникальное, значит, это всегда проект более или менее изменений. Но, тем не менее, просто проекты это что-то более типовое. Мы запускаем, не знаю, вывод на рынок нового продукта. Мы это делаем каждый год по 25 раз. Это проект. В нем есть уникальность, бесспорно. Можно его назвать проектом изменений? Думаем. Проект изменений предполагает вот всю эту слоистую историю, с которой мы начнем. Еще? 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 Да. У вас пятый пункт, он говорит о том, что проект изменений должен перейти в процесс. Да? Согласна. И этот процесс тоже должен пересматриваться постоянно, тоже изменяться. Согласна. То есть это такое вот... Согласна. После того, как проект, когда проект стал повторяться, можно сказать, что он пошел в процесс. Но он абсолютно актуализируемый, изменяемый. Да? Да. Именно. Это верно. Верно. Да. Скажите, а кто, по вашему мнению, должен быть носителем, скажем, операционного правления, контроля, изменений? То есть это должен ли это быть и выделенный человек, или это должен быть функциональный руководитель? Я не смогу ответить на этот вопрос про сферического коня в вакууме. Нужно смотреть очень конкретную ситуацию, нужно исходить из того, что это за люди, чем еще они заняты, и кто еще есть у них в распоряжении. Иногда это может быть сам руководитель, иногда имеет смысл какую-то организационную, контрольную и прочую деятельность делегировать. Иногда это имеет смысл, но это невозможно. Конфигурация бывает очень разная. Здесь единственное, что можно сказать, что над конфигурацией надо думать. Есть чудесный проектный инструмент, который называется DASI-матрица. Такой тоже классический Маккинсиевский инструмент. И каждому руководителю, мне кажется, было бы неплохо вначале сесть и по этому инструменту прикинуть, что будет делать он, что будут делать другие, что он сможет делегировать или частично, ну и принять решение. У меня вопрос про Добро и Добро. Вы говорили, что там дружочки очень красивые, что тут есть хорошие результаты, а у нас консультационные вопросы вставить, и это хорошо. А как позитивно рассказываете про это изменение? Что бы она изменила? Нет. Но я же предполагаю, я же говорю из роли менеджера изменений, руководителя проекта изменений или консультанта, который помогает руководителю проекта изменений. Если руководитель проекта изменений считает, что это не очень хорошее изменение, значит, надо менять руководителя проекта. Конечно, нет. На самом деле, вы правы. Очень много изменений, которые не приводят ни к чему хорошему. Более того... Изменения изменений. Да. Более того, если бы они хотя бы приводили к вот этой истории, то есть если бы мы хотя бы в конце осмысляли, и, знаете, у меня часто со слушателями MBA бывает такой вот диалог, неудачный проект – это хорошо, мы там на основании одного кейса оказываемся в ситуации, у людей не получилось. Некоторые совершенно справедливо говорят, неудачный проект – это плохо. Почему? Энергетику будет. Все, мы уже не хотим, мы уже чувствуем себя неуспешными, мы уже не верим в этот проект. Есть другие люди, которые говорят, секундочку, но это же опыт, мы же получили опыт, значит, мы стали лучше. Вот я здесь всегда вмешиваю с одним очень важным для меня дополнением. Ребят, получение опыта не происходит воздушно-капельным путем. Мы получили опыт, только если мы сели и все это дело осмыслили, отрефлексировали, распознали, да, правильные или неправильные действия. Мы с вами это сделали, в кейсе никаких указаний на это нет. Ну не говорите так про опыт. Часто это просто неприятность, которую мы пережили и расстроились. А у опыта при этом учебного мы не получили. Да? Вот такой вопрос. Но изменение, в самом деле, это достаточно понятный, скруктурированный процесс со своими плюсами и минусами. Но если говорить о целях изменения и о степени ответственности проектного менеджера, то есть насколько он участвует в принятии вот этой цели, несет потом ответственность с правильным исполнением этого вопроса, то есть достижение результата, потому что целеполагание было изначально ошибочным. Тоже достаточно сложно отвечать вообще. Бывают ситуации, ну вообще предполагается, что менеджер проекта несет ответственность за что? Ну вообще примерно за все. Это там как раз и вопрос. Потому что начиная изменение, ты должен понимать вероятность, что он попадал на угол. Но, смотри, мне на самом деле позиция несет ответственность за все, она в общем скорее нравится. И несколько раз, я видела ситуации, когда менеджер проекта не провел перед этим правильную работу со стейкхолдерами, а я считаю, что это в его зоне ответственности. И, собственно говоря, с этого начинается там все, включая PMBOK, тот же самый. Входит ли в обязанности менеджера проекта уточнить видение у заказчиков проекта? Безусловно. А входит ли в его обязанности, например, предупредить их о том, что это неправильное видение, да, и там есть такие-то риски, и это почему-то... Да, безусловно. Другое дело, если у него не получается, он там... У меня был, например, случай, когда я в какой-то момент поняла, что я не могу объяснить своему заказчику, что все, что он делает, бесполезно, и ни к чему его не приведет, я с этого проекта ушла. Но 10 лет назад, когда для меня имел бы смысл этот опыт, сейчас у меня просто этого опыта досталось, что я могу дистанционно видеть, как у них там все накрывается, да, вот. Но 10 лет назад я бы осталась, просто потому, что мне было бы ужасно интересно, как именно это будет происходить. Такие обязанности изначально у менеджера проекта есть. Может, не всегда получается. Друзья, последние буквально пару вопросов, потому что должно остаться всем. У нас еще несколько интересных спикеров. Марина, скажите, пожалуйста, вопрос про кружочки. Возможно ли изменение, если заказчик проекта желает изменений, но красные кружочки это люди с высоким политическим весом, допустим, у колорителей других департаментов, которые блокируют, как бы, на работу крупных блоков организации и мешают подвижению. Теоретически возможно, теоретически возможно, что да, что-то начнет меняться и так далее. Практически, если у вас не будет как минимум таких же сильных зеленых кружочков, то на самом деле нет. Одну буквально мысль. Самые успешные проекты изменений, которые я видела, это проекты изменений, где тот же самый Денис придет, да, сегодня. Они когда начали мне рассказывать проект, я сразу говорю, собственно, секунду, ты кто? Он говорит, я собственник, и у меня там весь контрольный... А я говорю, а, тогда продолжаем. Потому что то, что он придумал, если бы там были хоть какие-то вот красные с правом какой-то блокировки, это вот... Да. И второй вопрос отсюда, допустим, в твоемке подразделения много зеленых кружочков, как вот организовать выход вот этого зеленого спектра вовне в другие подразделения? Может быть, не сверху, а снизу, сбоку? Да, может быть, не сверху и не снизу, а действительно сбоку. Это пытаясь строить с какими-то более или менее лояльными руководителями других функций межфункциональные форматы. Вот пример. В той самой сети клиник медицинских там совершенно замечательный руководитель службы сервиса, у него все очень получается, то есть вот сервис на уровне ресурсионистов и всех остальных выглядит прекрасно. С лояльными врачами мы время от времени устраиваем такие небольшие кружки качества вместе с сервисом. То есть пытаемся действительно вот это хорошее качество этих ребят немножко начать разливать по компании, но разливать только в те стороны, в которых его готовы принять. То есть здесь, знаете, такой вот неспортивный трусоватый путь будет эффективным. Иди сначала туда, где легче всего получается. Потому что вопрос, в конце концов, только в наборе критической массы, необходимой для изменения. Если ты пойдешь туда, где не получается, там тебя очень быстро это самое, больше ты никуда не пойдешь. Друзья, спасибо вам!